Друзья, всем привет! С вами Джалил и вы на канале OKTurkey. Сегодня я быстро, коротко постараюсь вам рассказать, что происходит в Турции на данный момент, о предстоящих выборах турецких 31 марта, о предстоящих выборах в России 17 марта. И вообще последние новости, что происходит для тех, хочется рассказать для тех, кто собирается сюда переезжать, какая сейчас тут атмосфера, и для тех, кто уже здесь живет, тоже хочется немножко прояснить ситуацию изнутри, так как я знаю турецкий язык и общаюсь много с турками, как они вообще смотрят на эти выборы, чего они ждут после выборов. В общем, друзья, поехали! Первое. По стечению обстоятельств, так как у нас, все мы знаем, в России 17 марта будут выборы президента. И по стечению обстоятельств так сложилось, что 17 марта мы будем в Анкаре. И как раз недалеко от посольства России. И в принципе мы можем даже пойти на выборы президента. И я думаю, почему бы и нет сходить, проголосовать. Ну, почему бы и нет, грубо говоря. А по поводу турецких выборов. Президентские выборы прошли, но немаловажные выборы в Турции также являются выборы мэров, депутатов, в общем, всех остальных. В нашем городе, в Мерсине, до сих пор во главе партия, не в которой участвует, там находится президент, скажем так. Я не политик, я не разбираюсь в этом. Ну, в общем, оппозиционная партия не президентская. Но также наш город, ну, вы слышите, вот эти машинки едут, провозглашают всякие разные партии, музыку, в общем, агитацию проводят. Я к тому, что у нас в Мерсине очень хорошо развивается, несмотря на то, что другая партия, не президентская, тут правит. Во-первых, сейчас такой застой, ни машины, ни квартиры толком не продаются, не покупаются, все ждут окончания выборов. Что-то там, типа, произойдет после выборов. Ну, я не знаю, что должно произойти, но некоторые турки рассужают так, что до выборов все это сдерживается, цены там более-менее еще сдерживаются, и вообще, там, преступность, и беспредел весь, этот все сдерживается из-за выборов. И после выборов, так как уже пройдут выборы, те, кто выиграет, они уже останутся на посту 5 лет, как минимум, а там уже посмотрим, как бы все это распустят, более так ослабят. И в плане иностранцев, и всего, ВНЖ, я думаю, все это более так смягчится. Вот эти ужесточенные правила для иностранцев, все это должно, по идее, смягчиться. Не важно, какая там партия выиграет. Во-первых, это говорят. Но вместе с этим хорошая новость для иностранцев, что все правила должны, по идее, смягчиться, потому что уже партия выиграла, 5 лет впереди, и можно, в принципе, расслабиться. Вот. Разрешить иностранцам получать ВНЖ, покупать квартиры. Уже турки меньше будут, как сказать, против этого народа. Да и вообще уже не важно будет, потому что голосование прошло, выиграли те, кто выиграли, и можно расслабиться. С другой стороны, говорят, что вырастет преступность и все такое, но я как-то слабо в это верю, все равно должен быть порядок. И я думаю, правительство, которое придет, парламент, я не знаю, короче, те, кто к власти придут, все равно они не допустят полные там ваканалии. У меня вообще в последнее время сложилось, что в Турции такая атмосфера, что такая среда для предпринимателей. Те, кто вот исполнительные такие, которые ходят, привыкли ходить в России там с 8 до 6 вечера, на работу такие исполнительные, для них тут очень тяжело. А вот те, кто предпринимательски настроены что-то создавать, что-то придумывать, что-то новое делать, создавать команды и работать на себя, вот для них это очень интересная среда, потому что я вот, например, лично, у меня такое предпринимательское мышление, и мне, я уже давно занимаюсь предпринимательством, я привык, что постоянно давление, нехватка ресурсов, людей или еще связей каких-то, и поэтому, в принципе, мне привычно, мне даже в кайф, когда вот такие разные законы вводятся, ограничиваются, приходится все время придумывать что-то. Мне вот эта среда турецкая, мне очень нравится. Те, кто говорят, что в Турции плохо, это люди, скорее всего, исполнители, они привыкли к стабильности, но, к сожалению, им надо искать другие места. В Турции, как и в России, в принципе, не стоит ждать какой-то стабильности, стабильности цен, законов, еще чего-то. Нужно постоянно быть гибким. Если вы гибкий, то смело переезжайте в Турцию. Тут приветствуются новые идеи, новые мысли, как в бизнесе, так и во всем. И турки очень любят, когда им дают новое что-то, новый подход, новые идеи какие-то. Они это все приветствуют, они не против. Но и в то же время некоторые из них очень такие консервативные, они боятся рисковать. Но в такой среде как раз-таки те, кто не боятся рискнуть, такие и выживают на самом деле. Вот такая, друзья, сейчас обстановка в Турции. Такая предпринимательская среда. И перед тем, как переезжать в Турцию, обязательно подумайте, подходит ли вам такая среда. Я вот многих моих сейчас русских, которые переехали в Турцию уже несколько год, два года назад, полтора года назад, раньше они вели себя чуть-чуть по-другому. Они не работали, так на расслабоне, кайфовали. А сейчас уже год-два проходит, деньги потихонечку заканчиваются. Все равно, даже если есть какой-то онлайн доход, все равно этого уже становится недостаточно с ростом цен в Турции. И даже им уже приходится что-то искать, какую-то работу. Кто-то нелегально работает, кто-то пытается легализоваться. Но я к тому, что Турция, она заставляет людей работать. Здесь, если ты не работаешь, то ты быстро сдуваешься. Если ты здесь каждый день не думаешь, чем бы тут заняться, что делать. В общем, такая предпринимательская среда. Друзья, поэтому не стоит переезжать сюда. Я бы не рекомендовал сюда переезжать, типа на пенсию или еще что-то. Вам денег не хватит, сто процентов. Поэтому Турция для работающих людей. Турция для мыслящих людей, создающих и энергичных людей. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Обязательно делитесь с комментариями под видео. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующих видео. Надеюсь, было познавательно, интересно. Я вас всех обнимаю, целую. И действительно хочу, чтобы у каждого, кто меня смотрит, чтобы у него сбылись все свои мечты, чтобы он достиг всех поставленных целей. Увидимся в следующих видео.